МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. В художественной галерее прошел вечер памяти, посвященный столетию со дня рождения митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая Кутепова. В городском музее открылась камерная выставка сотрудника учреждения Валентина Девятайкина «Любимый Саров». Открытие летнего лёгкоатлетического сезона, посвященное памяти Владислава Кугукина, прошло в парке Зернова. Далее расскажем обо всём подробно. Во всех многофункциональных центрах Нижегородской области с апреля запустили пилотный проект ГосКьюАр. Благодаря сервису приём граждан будет проходить быстрее. Заявитель сканирует камерой телефона, на котором установлено мобильное приложение госуслуги, специальный QR-код и соглашается на передачу данных в информационную систему организации. Естественно, мы берём согласие на обработку этих персональных данных. Действительно, 12 часов и это всё удаляется. Но это нам для чего нужно? Нам, как новомуфункциональному центру, это крайне удобно, потому что мы экономим колоссальное количество времени на заполнение всех полей. И если человек позволяет нам воспользоваться данными из его личного кабинета на портале ЕПГУ, в таком формате он показывает паспорт, всё, что у него есть, уже подтягивается нам в систему. Ещё один сервис, который используется в регионе уже около года – чат-бот колл-центра. Робот в короткие сроки даёт ответ на массу вопросов, поступающих от нижегородцев. Он охватывает больше 57% телефонных звонков и более 60% запросов в чат-боте. При этом жители региона отмечают в некоторых отделениях медленную работу изношенной техники. По словам Светланы Мусарской, работу по обновлению материальной базы ведут постоянно. Из-за сбоя с поставками и импортозамещения возникали небольшие сложности, но их преодолели. Сейчас, например, было закуплено у нас порядка 180 плюс МФУ, которые будут на замене. Ещё есть в планах закупки. Но надо понимать, что у нас примерно больше тысячи окон, которые требуют замены, которые работают. Поэтому эта работа может быть не всегда сразу видна. Но при всём при этом она есть. МФЦ активно работает не только с физическими, но и юридическими лицами. Популярные услуги – регистрация ИП, собственности. Центры остро нуждаются в квалифицированных сотрудниках. Сотрудник МФЦ – это потрясающий универсальный специалист. Я лишний раз готова говорить спасибо своим сотрудникам, потому что вовлечённость в работу, конечно, большая. Требуется здесь. Как устроиться? У нас есть вакансия, размещена на HeadHunter. Есть размещенные вакансии у нас на нашем сайте. Самый простой способ, опять-таки, позвонить даже через колл-центр, переключить в отдел кадров. Мы расскажем, как трудоустроиться, что нужно – желание работать. Потому что нигде никогда не подготовят готового нам сотрудника, никакого какого-то там сутрообразования для этого нет. И мы учим. То есть у нас есть трёхмесячное обучение и погружение в работу после этого тестирования. Сейчас в МФЦ оказывают около полутора тысяч услуг. В каждом муниципальном округе они разнятся. В одном отделении – примерно две сотни. Самые востребованные – регистрация собственности, гражданство, замена паспорта, услуги соцзащиты. Актуальный перечень услуг конкретного МФЦ можно посмотреть на сайте или узнать по телефону Единого контактного центра 4-22-421. Дарья Козина, Евгений Ивашенко, Служб новостей, Саров-24. Участник Великой Отечественной войны – монах, патриот своей родины, пастырь, педагог, воспитатель. Все эти слова описывают одного человека, который при жизни успел расположить, направить, поддержать огромное количество людей. Митрополит Нижегородский Арзамасский Николай Кутепов оставил глубокий, светлый и добрый след в сердцах жителей нашего региона. Общение с этим человеком было у меня очень серьезные уроки жизни. И это не только мне, но и очень многим. И если вспоминать, то вот эти встречи с руководством области, с руководством города, с руководством предприятий, которым проводил трижды в год, это были очень интересными событиями, поскольку Владыка в своих кричах, высказываниях, подланиях, иногда, не называя фамилии, имен, очень красиво, симпатично, верно, настойчиво делал замечания всем самым большим людям, пользующим большой властью. И никто не обижался, потому что свои были со справедливыми. Он воевал на фронтах Великой Отечественной, награжден медалью за боевые заслуги и орденом Отечественной войны второй степени. После этого всю свою жизнь он посвятил служению Богу. Под его руководством на Нижегородской земле число приходов увеличилось в девять раз. Возродились древние монастыри и храмы, в том числе Дивеевская обитель. С ним связано обретение мощей преподобного Серафима Саровского. В честь столетия со дня рождения владыки фонд памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая подготовил передвижную выставку. Мы ее возим по районам Нижегородской области. Серафим уже седьмой регион, где мы приехали. Как правило, сопровождается встреча людей, которые помнят, знают его молодежь. Мы рассказываем о владыке, рассказываем о его нравственном примере для молодежи, с тем, чтобы люди могли сегодня понимать, кто для нас является авторитетом в нашей жизни. Фонд существует уже более 20 лет. Создан после смерти владыки в 2022 году. И с тех пор мы занимаемся духовно-просветительной деятельностью. Вспоминая владыку, стараясь увековечить его память и саму нашего усилия. Все те, кому посчастливилось познакомиться с владыкой при жизни, священнослужители и подрастающее поколение, собрались в зале художественной галереи, поделились воспоминаниями о пастыре и еще раз отметили его значимость. По сей день митрополит Нижегородский Арзамасский Николай остается духовным ориентиром, примером богослужения, любви к родной земле и к людям. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко, Служба новостей, Саров, 24. Идея отправиться в зону специальной военной операции у Михаила Маркевцева и его товарищей появилась спонтанно. Два месяца они собирали гуманитарную помощь и уже готовы поехать туда, где она сейчас нужнее всего. Но у ребят не хватает средств докупить необходимые вещи. На данный момент у нас груз еще формируется, мы дособираем его и на ближайшее время мы уже будем выезжать. Но желаний очень много, чтобы что-то привезти. И, соответственно, к сожалению, на все не хватает денег средств. И пытаемся через друзей, сообщество, чтобы оказали финансовую помощь. С собой в зону СВО ребята везут солдатам письма от школьников, а также планируют провести для бойцов концерт. Организаторы уверены, что музыка способна не только вдохновлять, но и исцелять. На самом деле же всех это коснулось, даже если мы думаем, что нас не касается лично. Кто-то из друзей, из знакомых уже либо там находится, либо вернулись по ранению. И вот обсуждали, и так подумали, почему бы его нет. Среди добровольцев Александр Сильвий Струк. Он уже не раз бывал в горячей точке. Мужчина вернулся со СВО в мае 23-го года. Сейчас всячески помогает собирать помощь бойца. Александр рассказывает, что больше всего там нужны вода, еда, лекарства, теплые вещи, маскировочные сети. В зоне СВО нужно все. Я говорю, нужно стройматериалы, потому что делаются, оборудуются блиндажи. Блиндажи, настилы, укороны материалы, пилы. Все, что связано со строительством, оно нужно. Потому что все там разрушено. Я говорю, то, что это руины, это изнасилованная, изуродованная земля. Я вам просто объясню, это морда. Оказать финансовую помощь может любой желающий по номеру телефона 8-910-397-27-32 с пометкой «Своих не бросаем». Для бойцов важна любая помощь. Ирина Вашегородцева, Андрей Махмудов, Евгений Ивашенко. Служба новостей, Саров-24. Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» пройдет в Сарове с 19 по 29 апреля. Эта традиционная волонтерская акция зародилась в конце 90-х годов в Москве. Инициативу столичных добровольцев быстро подхватили и регионы. Несколько лет назад к акции присоединился Саров. В прошлом году в ней приняли участие около трех тысяч горожан. Представители ресурсного центра добровольчества отмечают, что интерес к «Неделе добра» растет. В этом году к нам присоединились студенты, зооволонтеры и поисковики. Много волонтерских объединений в этом году подготовили ряд мероприятий для нашего календаря «Добрых дел». В этом году мы решили поощрить волонтеров и создали на платформе «Доброру» мероприятие, в котором будем проставлять волонтерские часы волонтерам, которые активно участвуют в наших акциях. Активностей в рамках «Весенней недели добра» предусмотрено очень много. Традиционно акция включает в себя мероприятия из сферы экологии. Это и посадка деревьев, и уборка мусора, и сбор отходов на утилизацию, и традиционный эко-квест «Чистые игры». В этом году акцент сделали и на семейное волонтерство. Наш городской клуб молодой семьи организует для молодых родителей с детьми познавательные мероприятия с экскурсией на станцию юных натуралистов. Кроме того, на следующей неделе активисты клуба посетят педиатрическое отделение нашей больницы и подарит маленьким пациентам праздник. Также в рамках «Недели добра» у нас запланировано проведение патриотических молодежных акций. Много внимания мы уделяем и помощи животным. В событиях в сфере добровольчества примут участие воспитанники детских садов, школьники, студенты, представители волонтерских движений города. Принять участие в «Неделе добра» может и любой горожанин. Сделайте доброе дело и расскажите о нем в соцсетях. Поставьте хэштег «Неделя добра Саров» и о вашем хорошем поступке узнает весь город. За подробной информацией о мероприятиях «Неделя добра» следите в группах ВКонтакте Молодежного центра или Ресурсного центра добровольчества или обращайтесь по телефону 99-113. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров, 24. Валентин пришел работать в музей в 2011 году. В детстве он любил рисовать. Уже во взрослом возрасте поступил на вечернее отделение художественной школы. За время обучения он набрался опыта и мастерства, стал больше писать картины, в которых не могла не отразиться любовь к Сарову. В преддверии дня рождения автора в городском музее появилась небольшая выставка. Выставка называется «Любимый Саров». И вот работа, которую вы видите, это все посвящены нашему Сарову. За редким исключением. И совершенно разные ракурсы, то есть разные времена года. И во всем чувствуется какая-то тонкая поэзия и такое вот, как мы уже сказали, любимое место, любимое звучание Сарова. Такая песня «Пою тебе родной город». И вот Валя Девитянкин, несмотря на какие-то, ну скажем, ограниченные возможности по здоровью, он вот нашел себя, он дышит вот своим творчеством. Из-за проблем со слухом Валентин немногословен, но его работы говорят сами за себя. Они наполнены безусловной любовью, светом, легкостью, окутаны приятными воспоминаниями. Глядя на них, погружаешься в детство. Даже от зимних пейзажей ощущаются уют и тепло. Здесь каждый узнает знакомые для себя места. Дом со шпилем, храм царственных страстотерпцев. Или вот там солнечная какая-то улица, которую мы, кстати, спорим. Несколько разных мнений. Кто-то говорит Пушкина, кто-то говорит Ушакова. Но все, несомненно, считают, конечно, старая часть города. Наши вот эти вот проспект Мира, старинные эти улочки, которые застройки были еще 50-х годов, которые тоже несут свое какое-то ощущение уюта, колорита, такой какой-то ухоженной, тихой жизни. Ну вот это вот как раз передано в этой картине, где солнечные блики, зайчики, и идет какая-то семья там. Посмотреть, возможно, даже приобрести работы Валентины Девятайкина можно на втором этаже городского музея. Выставка «Любимый Саров» будет открыта до 15 мая. Возрастное ограничение – 0+. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко. Служба новостей «Саров-24». В православной гимназии обновили кабинет психолога на средства гранта фонда преподобного Серафима Саровского. Гимназия победила в конкурсе «Серафимовская школа служения». Теперь в учреждении есть оборудование для сенсорной комнаты, а также здоровьесберегающие и развивающие тренажеры. Интерактивная песочница, программно-методические комплексы МОБИ, набор интерактивных игр, сенсорный уголок с воздушно-пузырьковой колонной, набор пуфов и подушек для зоны для релаксации. Психолог проводит индивидуальные и групповые занятия с детьми. Подробнее о развивающей работе с новым оборудованием и тренажерами Елена Верещагина рассказала родителям на дне открытых дверей. Это должно быть всестороннее развитие ребенка, как интеллектуальное развитие, так и личностное, поведенческое развитие. И вот как раз тренажеры, которые были закуплены, они решают весь этот комплекс задач одновременно. Сегодня как раз была презентация обновленного кабинета психолога, где родителям подробно рассказали о каждом из закупленных тренажеров. На протяжении двух недель в православной гимназии проходят дни открытых дверей. В эти дни в школу могут прийти все те, кому интересна внутренняя жизнь гимназии. Родители будущих первоклассников могут посмотреть на учебный процесс и познакомиться с учителями. Родители гимназистов могут узнать, как и чему учится их ребенок. На уроки друг к другу также ходят и преподаватели, чтобы обогатить свой педагогический опыт. На уроках дети и родители делают интересные эксперименты и открытия, узнают много нового и интересного. Мне было очень интересно посмотреть на своего ребенка в учебном процессе. В этой школе у меня учатся трое детей учились. И вот этот формат, он как бы для родителей очень важен. Могут посмотреть, как дети себя ведут на занятия, как преподносится материал, вообще обстановку посмотреть. Узнала, что урок очень разнообразный. Очень было приятно увидеть, что используются новые технологии в виде экранов, что есть смена деятельности, что очень важно для ребенка. И информация подана именно по возрасту. Очень понравились мне опыты. Это прям очень здорово было. Кроме того, родители могли продегустировать обед в школьной трапезной, поучаствовать в мастер-классах, встретиться с интересными людьми. Расписание уроков в рамках «Дней открытых дверей» можно посмотреть в группе ВКонтакте «Православная гимназия». Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Евгений Ващенко. Служба новостей Саров, 24. Мария Баранова и Софья Деркач в прошлом году показали рекорд и собрали спил с карту России за одну минуту 52 секунды, пока никто не смог побить этот показатель. Ученицы гимназии номер два считают, что знание карты страны расширяет кругозор, дает представление об обширной территории России, ее потенциале и возможностях. В прошлом году начинался наш путь в этом чемпионате спил с карты. Мы вообще первый раз об этом узнали. Вот это как раз проходили Россию, ее субъекты. И нам это заинтересовалось. И нам Оксана Владимировна, наша ученица по географии, как раз предложила поучаствовать. Были каждый день на переменах, проходили в ее кабинет и тренировались каждый день. И потом, таким образом, когда на самом чемпионате, конечно, волновались, руки тряслись. В этот раз девушки тоже были настроены решительно и готовились показать еще лучший результат. Городской чемпионат по скоростной сборке спил с карты России среди учащихся восьмых-одиннадцатых классов прошел в гимназии номер два в четвертый раз. Инициаторами конкурса выступили методическое объединение учителей географии города и департамента образования. За несколько лет чемпионат вырос, стал более массовым и серьезным. Профессионализм участников растет, усиливается и конкурентная борьба. Турнир ребятам нравится. С каждым годом команд все больше. Мы начинали, у нас было всего восемь команд. В этом году уже у нас двадцать пять команд. Команды из разных школ города. Некоторые школы выставляют по несколько команд. И собираются команды по-разному. Какие-то команды собирают только одну карту, а какие-то сразу две карты. В этом году в чемпионате участники впервые собрали две карты Российской Федерации и Нижегородской области. До этого ребята собирали только карту России. По мнению преподавателей, хорошее знание карты – редкость для современных школьников. И такие ценные знания могут пригодиться в любой момент жизни. Знание спецкарты и вообще карты России помогает ребятам. Непредвиденно, сказалось бы, ситуация. Ну, например, при общении, когда дети у нас ездят в Артек, один из участников смены сказал, что я из Хакасии. И девочки, которые участвовали в чемпионате спецкарты, сказали, а мы знаем, что это Восточная Сибирь. Ему удивлению не было предела. С тех пор они стали друзьями. Чтобы ребята провели время с пользой, для них подготовили лекцию-практикум по метеорологии. Учитель географии школы номер 17 Ирина Стаканова рассказала участникам чемпионата о поездке на метеорологическую станцию Нижегородской области. Все команды-призеры получили в подарок ценные призы. По итогам турнира переходящий кубок за суммарно лучший средний результат завоевал лицей номер 15. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко, Служба новостей Саров, 24. Что такое проект? Как правильно написать заявку на грант, чтобы ее одобрили? Кто может принимать участие в конкурсах Росмолодежи? Об этом и многом другом рассказала школьникам эксперт Совета Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежь-гранты Яна Алексеенко на очередной классной встрече во Дворце детского творчества. Наша цель с вами не написать проект, не сделать суперкрутую заявку. Наша цель с вами подумать, настроиться на то, чтобы можно было бы сделать что-то классное и крутое в нашем городе, чтобы вам было здесь интересно, чтобы вы захотели здесь остаться, и чтобы вы, может быть, на будущее сделаете что-то классное, прийти в какой-то вклад, и вам это понравится, и вы будете пропагандировать в частности и город в том числе. Яна Алексеенко работает педагогом-организатором в лицее номер 15. Уже более трех лет она участвует в различных грантовых конкурсах, готовит заявки и описывает проекты. Я начала заниматься грантами с университетской скамьи. Тогда впервые началась вот эта волна грантовых проектов. Это было действительно очень интересно. Нас заставляли даже, в частности, в этом участвовать. Потом я поняла, что это хорошая отправная точка, это хороший опыт, и решила активно заниматься этой деятельностью. Школьникам Яна предложила выбрать особо значимую проблему для города, которую можно решить с помощью финансирования. Затем ребята стали поэтапно заполнять заявку на грант в соответствии стандартам и правилам конкурса «Росмолодежь-гранты». Среди ребят действительно есть потенциальные, классные, зажигательные ребята, у которых все шансы есть для того, чтобы победить в «Росмолодских» проектах и впоследствии реализовать проект. Я готова каждому из них помочь, чтобы у нас с ними все получилось, и мы принесли маленькую победу в наш маленький город. Разнообразие идей проекта, выдвигаемых школьниками, было поразительным. От организации политических дебатов до создания специально оборудованных площадок для танцев и даже выездных образовательных интенсивов. Встреча была очень интересная. Яна Дмитриевна в краткие, сжатые сроки рассказала самую главную информацию о написании грантов конкурсов, и в том числе дала идеи для создания собственных проектов. Классную встречу завершила муниципальный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» Лидия Савишина. Она вручила Яне Алексеенко благодарственное письмо, отметив ответственный подход к вопросам воспитания молодых саровчан. А ребята, в свою очередь, ушли с огромным багажом новых знаний по финансированию своих проектов. Ксения Крапивина Руслан Лапшин Объединение журналистика Дворца детского творчества для службы новостей Саров-24 Международный вокальный конкурс «Золотая нота» прошел в продюсерском центре Игоря Сандлера. Конкурс был очень масштабным. На него стеклось большое количество талантливых вокалистов из разных уголков России и зарубежья. Василина Афонина давно мечтала поучаствовать в таком конкурсе. Мечта осуществилась в двойном размере. Саровчанка стала еще и лауреатом первой степени. Вокалистка получила хорошие оценки от высокопрофессиональных членов жюри. Конкурс мне очень понравился. Также я приняла участие в рамках конкурса в программе «Доброе утро» на Первом канале. Там снимали Игоря Сандлера и мы не массовку играли, мы на заднем плане распевались и нас тоже попало в кадр в телевидении. В международном конкурсе «Взлетай» Василина Афонина участвовала два года назад и получила звание лауреата первой степени. Тогда вокалистка поставила себе цель еще раз приехать в Нижний Новгород и добиться наивысшей награды – гран-при. И в этом году ей это удалось. Как говорит Василина, Петя выступает на сцене для нее большая радость. От этого она получает мощный заряд энергии. Поэтому даже во время отдыха с семьей в Дагестане Василина успела показать себя на конкурсе «Орбита-фест» в Махачкале. Пришла, спела и победила. Саровчанка завоевала гран-при и диплом лауреата первой степени. Конкурсная программа у меня была одинаковая. Исполняла песню «Крип» группы «Радио Хэт». Но у меня была такая переделка. Это был... Она длилась примерно две минуты. И я там показывала все техники, которыми я овладела за девять лет обучения вокальному мастерству, так сказать. Вот. И вторая песня была авторская песня композитора с проекта «Нуклеар Кидс», участницей которого я являлась три раза. Каждый выход на большую сцену для Василины – еще один шажок к вокальному мастерству. Возможность научиться новому, получить удовольствие от выступления. Связывать ли свою жизнь с вокалом Василина пока не знает, но точно уверена, что петь она не перестанет. Вокальное мастерство правда меня вдохновляет. Я обожаю этим заниматься в свое свободное время. Я записываю различные песни, я езжу на концерты, посещаю конкурсы для своего развития. И я думаю, что музыка всегда будет параллельно идти со мной по жизни, потому что это то, без чего я правда не могу жить. Василина Афонина не хочет останавливаться на достигнутом и планирует участвовать в новых конкурсах и проектах. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко, служба новостей Саров, 24. На прошлой неделе правоохранители зарегистрировали четыре ДТП, в одном из них пострадал 13-летний подросток. Около дома 4 по улице Железнодорожной пенсионер на Ниссане Кашкая на нерегулируемом перекрестке выехал на встречку, где 24-летний саровчанин на Фольксвагене Пассати остановился для поворота налево. Автомобили столкнулись. Позднее несовершеннолетний пассажирка автомобильной Ниссан Кашкай 2011 года рождения обратилась в приемное отделение с телесными повреждениями, которые возникли в результате данного дорожного транспортного происшествия. После осмотра врачом была отпущена домой. На выходных около ТЦ7 произошла авария, после которой на дороге остались осколки и детали от автомобилей. В социальных сетях саровчане задались вопросом, кто должен устранять подобные последствия ДТП. Госавтоинспекторы пояснили, что после аварии водители должны убрать автомобили, чтобы не мешать проезду, но про обломки и мусор в ПДД ничего не сказано. Поэтому участники ДТП не обязаны этого делать. Что касается сотрудников ОГИБДД, которые выезжают на дорожно-транспортные происшествия, они могут изымать кусочки кузова транспортных средств, кусочки каких-то деталей, которые имеют отношение к дорожно-транспортному происшествию и последующему расследованию. Все это прикладывается к протоколу и прилагается к материалам дела. В целом уборкой дорожного покрытия занимается то предприятие, которое обслуживает данный участок дороги. При этом ответственные лица должны в кратчайшие сроки устранить недочеты на дороге, чтобы не создавать аварийную ситуацию. Госавтоинспекторы также напоминают о своевременной замене зимней резины на летнюю. Это необходимо делать с того периода, когда на дорогах исчезла наледь, а столбики термометров на протяжении всего дня показывают плюс 7 и выше. Зимняя резина состоит из более мягких материалов, она разогревается, становится рыхлой и теряет сцепление с дорожным покрытием. Кроме того, на зимней резине не предусмотрены такие водоотводящие полоски, которые выводят жидкость из пятна соприкосновения самой собственной резины. И когда водитель на зимней шине наезжает на какую-то лужу, пленку воды, может случиться занос, и водитель перестанет контролировать свой автомобиль. Зимняя резина также включает в себя противоскользящие шипы, которые портят дорожное покрытие. Если не заменить шины вовремя, штрафовать не будут. Однако, в связи с постановлением РФ существует список неисправностей, с которыми ездить на автомобиле запрещено. Туда же входят пункты про колеса и шины. Владислав Кугукин – тренер, воспитавший целую плеяду саровских лёгкоатлетов самого высокого уровня. Его ученики становились мастерами спорта, были членами сборной команды страны и сборных команд среди ветеранов, чемпионами области, России, Европы, призёрами чемпионатов мира и всемирных игр. Как вспоминают его воспитанники, он был человеком, который полностью отдавал себя любимому делу. Открытие летнего лёгкоатлетического сезона традиционно посвящают памяти великого тренера. Сегодня у нас проводится открытие сезона, посвящённый памяти Кугукина. Открытие сезона у нас проходит уже более 30 лет, а посвящённый памяти Кугукина – это вот завтра 10 лет, как его не стало. Это наш тренер. И у нас план календарь соревнований очень большой на этот год. То есть у нас 4 соревнования городских и 6 выездных. На трассу в парке Зернова вышли спортсмены РФИАЦ ВНИЕФ и городских организаций. Дети, студенты и все желающие горожане. Погода была переменчивая с прохладным ветром, но и это не испугало любителей спорта. Участники пришли на открытие сезона с позитивным настроем. Для кого-то забег стал хорошим поводом активно провести выходные, а кто-то решил оценить свои силы перед серьёзными соревнованиями. Увидел объявление ВКонтакте, что будет забег такой, старт сезона, решил поучаствовать. То есть вы увлекаетесь бегом, да? Да, бегом, лыжами, плаванием, просто прийти, посмотреть на людей, пробежаться в своё удовольствие. Пришёл, потому что старт интересный, открытие сезона, у нас мало таких стартов проводится по асфальту, это считается как шоссейный бег. И тем более скорость соревнований на следующей неделе, и это хорошая прикидка, чтобы пробежать и уже более лучше узнать свою форму и подготовиться к следующему старту. Сначала на старт вышли дети до 18 лет. Они соревновались на дистанции 500 метров. Затем организаторы дали общий старт для взрослых спортсменов. Женщины бежали дистанцию 2,5 километра, мужчины – 5 километров. Участники пробежали по мосту Захарова, через авангард спустились к левой набережной реки, а затем через Маслихинский мост возвратились к точке старта. Победители и призеры забега получили награды и дипломы. Владислав Ильин занимается стрельбой уже 4 года. Один раз попробовал и больше не смог отказаться от увлечения, несмотря на сложные тренировки. Стоять по несколько часов в день в плотном снаряжении и с тяжелой винтовкой, особенно после уроков, порой настоящее испытание на прочность. Большая нагрузка, ты приходишь, в день по 2 часа стоишь с винтовкой, весит 6 килограмм, или там бывает 5. Большая нагрузка на руки идет и на спину. Стрельба все равно приносит удовольствие. По словам Владислава, занятия позволяют развивать физическую форму, концентрацию и меткость. Он регулярно участвует в соревнованиях, совершенствуя свои результаты. В этот раз среди юношей стрелков из пневматической винтовки 60 выстрелов, Влад стал третьим. Лучшей среди девушек 40 выстрелов стала Кристина Захарова. Занимается школьница всего полгода. Мы с семьей ездили в Редничок, там мы стреляли, мне очень это понравилось, папа сказал, что хочу заниматься стрельбой. И папа договорился, теперь я здесь тренирую. Сначала не очень хорошо, потом стало лучше. Первенство Нижегородской области по стрельбе из пневматического оружия в Сарове проводится ежегодно. Соревнования прошли в три дня. Первым спортсмены состязались в дисциплине винтовка пневматическая, во втором стреляли из пистолета, третий день для смешанных пар стрелков. Две возрастные категории, юниор, юниор это 2004-2010 год и 2001 кто и моложе. Задача показать свой наилучший результат, то, что они натренировали. Два месяца назад были городские соревнования, как бы у некоторых ребят результат улучшается. Областное первенство отборочное соревнование на всероссийский этап, откуда можно попасть далее на финал спартакиады школьников. Он пройдет в августе в Казани.